Добрый день. Ну, на самом деле, сегодня пленарная секция состоит из нескольких разных совершенно докладов, и я прекрасно осознаю, что у меня-то всё-таки основная аудитория – это те, кто работают непосредственно с опухолями лёгкого, и тут вообще как раз именно развитие таракальной онкологии является примером нескольких революций в современной онкологической медицине. Ну, во-первых, всё-таки, если мы говорим про клёгкого, анатомически это похожие вещи. то выясняется, что, с одной стороны, рак лёгкого у курильщиков и не курящих – это по патогенезу абсолютно разные заболевания, причём сколько ни стараются, но найти какие-то объяснимые причины рака лёгкого у не курящих пока не удаётся. Это, что называется, судьба, а не факторы внешней среды или какая-то генетическая предрасположенность. А с курильщиками две тоже принципиально разных для сегодняшнего понимания лечения разновидности рака лёгкого. Это плоскоклеточные раки, которые связаны с курением крепкого табака, папиросы. Там главный канцероген – смолы. И аденокарциномы. Они связаны с курением современных сигарет западного типа. Это так называемые облегчённые сигареты, которые содержат малое количество смол, и там основной канцероген другой – нитрозамины. Раньше это всё было не очень важно, потому что лечили сейчас раньше всех одинаково. Но сейчас выясняется, что в аденокарциномах целый репертуар мутаций, для которых доступны таргетные препараты, которые колоссальным образом продлевают жизнь пациента, а для плоскоклеточных раков никакого прогресса нет. Вот и получается, что сегодня гистологический диагноз – в общем-то это важная развилка, оценить будут ли шансы на лечение или нет. Удивительная история. При том, что мы говорим, что все опухоли лёгкого являются такими разными, выясняется, что с точки зрения патогенеза абсолютно одинаковый механизм. Активируется вот этот сигнальный каскад, приводит к неконтролируемому делению клетки. Удивительно, что на самом-то деле одно и то же событие – это идентичные опухоли – может запускаться разными мутациями. Это всё эквивалентные раки. Но ещё более удивительно, что для каждой из подобных мутированных белков есть лекарственный препарат. И более того, эти препараты абсолютно доступны. Посмотрите, вот этот следующий слайд, наверное, он самый важный, потому что здесь показан спектр мишеней. И что очень важно, показана частота событий. Посмотрите, здесь целый перечень генов, причём для целого ряда генов классы мутации могут быть разные. Ну, например, в качестве примера я приведу онкоген HER2, который вообще-то изначально открывался как ген рака молочной железы. Здесь может быть и увеличение копийности гена, когда он производит больше продукта, и изменение конформации вследствие мутации, когда другие лекарственные препараты. Так и тут получается, что перечень вот этих всех строчек, он на самом-то деле скрывает за себя довольно много самых разных событий. Что неожиданно, всё-таки в нулевых годах, когда таргетная терапия появлялась, то это была малодоступная вещь с точки зрения финансов. А сейчас выясняется, что для огромного количества ситуаций абсолютно посильно для системы здравоохранения назначить терапию, которая изменит и судьбу больного, и, конечно же, траекторию судьбы его близких. Ну, посмотрите, первое, что произошло, всё-таки случайное открытие, которому 19 лет. Это открыли мутации в гене рецептора эпидермального фактора роста. Тогда уже были препараты, и именно тогда появились впервые мутационные тесты для назначения этих ингибиторов. Что важно? Сейчас, на сегодняшний день, у нас в стране 5 препаратов. Это есть дженерику гифитиниба, есть 3 препарата первого и второго поколения, есть препарат третьего поколения. Что самое важное, что показывают исследования в реальной практике? Вот, посмотрите, это работа в журнале группы Lancet. Абсолютно неважно, каким препаратом вы лечите пациента. Самое главное – вовремя поставить диагноз мутации и начинать лечить. Даже если это более или менее привычные препараты, всё равно есть мониторинг резистентности. Это всё сейчас покрывает СОМС, то есть эти тесты перестали быть заоблачные, они доступны к любому пациенту. И получается, что здесь колоссальное количество в общем-то эквивалентных опций в лечении. Пациент с метастатическим раком лёгкого живёт в среднем примерно год. В том числе это относится к пациентам с мутациями. Если мы говорим об ингибиторах, которые создавались для лечения мутированных белков, здесь показатель значительной прибавки продолжительности жизни, медиана становится в три раза больше – три года. Но всё-таки эти цифры несопоставимо меньше по сравнению с тем, что происходит с другими событиями – транслокации. Транслокации, в отличие от мутации, это ситуация, когда хромосомы обмениваются своими участками, и вот на стыке двух хромосом возникает аномальный ген, который аномально активен. И вот здесь потрясающие совершенно результаты прибавки к продолжительности жизни. Транслокации первые препараты стали применять примерно в 2010 году. Те пациенты, которые были диагностированы тогда, когда не было таких спектров препаратов, у них продолжительность жизни уже не год, а 7,5 лет. Но согласитесь, это прибавка, которая зачастую может конкурировать с радикальными мерами, такими как хирургическое вмешательство. А если мы берем более современные препараты, ни одно из исследований пока не смогло зафиксировать медиану продолжительности жизни. Судя по всему, эта цифра уже начинает превышать десятилетний рубеж, если пытаться как-то экстраполировать эти кривые. Ну, вообще, это редко бывает в онкологии, когда вы берете пациента с метастатическим раком, с диссиминированным, и можете столь кардинально увеличить его продолжительность жизни. А для транслокации при раке легкого это, в общем-то, стало привычным событием. Ну, мне в качестве примера самое приятное приводить опыт Сергея Владимировича Орлова. В Санкт-Петербургском университете имени Павлова был расширенный доступ к одному из алк ингибиторов лорлотиниба. Посмотрите, здесь предлеченные пациенты, у которых нет других опций. Колоссальные у них показатели продолжительности жизни. И это, опять же, та категория, которая изначально начиналась лечиться, в общем-то, в другую эпоху. Все мутации, про которых я рассказываю, ИДЖФР, АЛК, РОС, РЕД, чаще бывают у некурящих пациентов. И еще одна мутация, которая часто бывает у некурящих пациентов, это активирующая мутация в гене МЕД. Правда, совершенно разные категории больных. Если транслокации характерны для очень молодых пациентов, то мутации в гене МЕД, наоборот, характерны для гериатрического контингента. Это пожилые больные, те, которые старше 70-80 лет. И вот здесь уже пример, что на самом деле, работая в условиях современной медицины и реальной медицины, необходимо не только знать эти мутации, но и проявлять определенную гибкость. Если говорить про регистрационные документы, которые есть, то на сегодняшний день в мире и у нас зарегистрирован один-единственный препарат, капматениб. Но его физически нет. Регистрация есть, а препарата нет. Он не возится в страну. И вот тут уже дилемма. Либо следовать по правилам, как по регистрации, либо все-таки применять клинический опыт. И посмотрите, тот препарат, который доступен, кризотениб, вообще-то он разрабатывался как МЕД-ингибитор. Я хорошо помню статьи 2007-2008 года, когда кризотениб разрабатывался именно для ингибирования гена МЕД. Тогда не знали этих мутаций. Это потом он трансформировался в ингибитор алкероз. Но на самом деле здесь тоже есть результаты клинических испытаний. Еще более драматичная ситуация с транслокациями генерет. У нас собственные данные есть. Это 2% пациентов, это огромное количество живых людей. На сегодняшний день два препарата, которые действительно эффективны, ни одного из них в стране нет. А на самом-то деле примерно 5 ингибиторов – это сунитениб, алектениб, кабазонтиниб, вандатаниб, вообще-то ленботениб, какую-то эффективность в отношении таких опухолей проявляют. Вот и дилемма. Либо вообще не диагностировать, не знаешь, о проблеме ее нету, либо все-таки диагностировать. А следующий вопрос – как лечить ничем или лечить субоптимально? Непростой ответ. Это скорее повод для размышления. Все мутации, которые вначале открывались, идентифицировались и препараты к ним, эти мутации в основном были характерны для некурящих пациентов. А сейчас появились окна возможностей и для аденокарцином, которые вызваны курением. Ну, посмотрите, мутация КРАС-G12C, мутация КРАС – их целый спектр, но лечение удалось разработать только для одной разновидности этой мутации. Вот эта мутация характерна именно для курильщиков. У нас где-то мы примерно 150 случаев этой мутации анализировали, все как один курильщик. И здесь фактически обнаружение мутации эквивалентно знаниям о курении. Другая специфика, что те раки, которые вызваны канцерогенами, курением, для них вообще характерно большое количество мутаций. На терминологии онкологов это называется высокая мутационная нагрузка. Там, где высокая мутационная нагрузка, это чувствительность к иммунотерапии, новый класс препаратов, которые активируют собственные иммунные силы организма. И вот посмотрите, там, на мой взгляд, мало удачные попытки создания эффективных лабораторных тестов, а самый главный предиктор – это хорошо собранный анамнез. Посмотрите на вот эти диаграммы. Именно фактор курения, вызванного опухоль, воздействием канцерогенов или нет, является главным переключателем. Подействует иммунотерапия, может ли мы ожидать какой-то эффект или нет. Это важно, потому что на самом-то деле мы работаем с пациентами с раком легкого. Я могу сказать, что как минимум половина врачи, по крайней мере, не знаю, спрашивают, но не пишут в медицинскую документацию, курил пациент или нет. А ведь это очень важный фактор для планирования лечения. Тоже результат достижений молекулярной онкологии. 20 лет назад это было совсем не важно. Ну, посмотрите, здесь на самом-то деле обобщенная табличка, она тоже важная. Здесь перечислены мутации, их ожидаемая частота, спектр препаратов, которые можно применять, и ожидаемая прибавка продолжительности жизни. Ну, что очень важно, что с 2020 года, когда появились референс-центры, мы, в общем, всех пациентов, которые к нам стали попадать с раком легкого, тестируем на полный спектр мутации. И сейчас сам этот тест мы выполняем до двух недель. То есть анализ всех вот этих 10 генов, там медиана продолжительности жизни примерно 8-12 дней. Что это важно? Если мы делаем один тест, в основном это ЭДЖФР, у нас в лучшем случае 20% пациентов получат хорошее лечение. При условии, если тест делается хорошо. А если сразу делается полный спектр, то эта цифра увеличивается до 50-60%. И это все абсолютно в рамках бюджета. Это не приводит к тому, что на здравоохранение накладывается какая-то очень большая нагрузка. Ну, на самом-то деле, вообще технологии лабораторного анализа – это отдельная область, где очень много нюансов. Ключевой момент. Все-таки надо понимать, что у нас опухоль состоит из смеси клеток. Есть участки опухолевых клеток и есть участки нормальных клеток. Мутации в опухолевых клетках есть, а в нормальных их нет. И поэтому процедура диссекции опухолевых клеток, обогащения, является в данном случае ключевой. Что мы видим в реальной ситуации? Очень много лабораторий пренебрегают этой процедурой ради скорости и простоты. И это приводит к тому, что мутация есть, а лаборатория ее не выявляет. Вторая дилемма – это нормальная эволюция технологий. Есть секвенирование нового поколения, которое принципиально другой метод, и который, в общем-то, позволяет одновременно анализировать все мутации. У него проблема, что пока по своим скоростным качествам он не укладывается в стандартной современной медицине. И есть различные технологии, самые разные, их довольно много, которые позволяют все-таки собирать всю эту мозаику из единичных тестов. Можно пользоваться и тем, и другим, но самое главное, самое главное, чтобы не было последовательного тестирования. Все вот эти мишени надо анализировать сразу, иначе это все может растягиваться на месяцы. Итак, у нас есть рак у некурящих и у нас есть рак у курильщиков. Это два разные заболевания. Несомненно, стремление к тому, чтобы такой важный фактор возникновения рака легкого, как курение, устранить вообще. А вот тут эволюция изучения курения оказалась абсолютно неожиданной. На самом-то деле данные о том, что курение сигарет действительно является главной причиной рака легкого, достоверные, появились только в середине 50-х годов, не так давно. И только в 60-х годах медицинские власти стали с курением бороться. Что оказалось, за 20 лет количество курильщиков в развитых странах просто за счет убеждения упало в три раза. А потом вот это падение остановилось. И выясняется, что когда мы говорим о том, чтобы вообще не было курильщиков, или, по крайней мере, не было рака легкого, связанных с курением, то это достаточно комплексная проблема. Дело в том, что от курения возникает зависимость, это несомненно. Это активируется центр вознаграждения в головном мозге. Но проблема заключается в том, что каждый четвертый человек имеет врожденную недостаточность допаминергической системы. Это те люди, которые склонны к курению, к злоупотреблению алкоголем, к злоупотреблению наркотиками, к избыточному питанию. И это, в общем-то, медицинская проблема. Как показывает практика, запретительные меры – это хорошо, но здесь какой-то нужен какой-то поиск компромиссов. На самом-то деле попытки, в общем-то, искать безопасные альтернативы курению – это во многом табуированная тема в медицинской среде, потому что многие специалисты вообще категорически отрицают необходимость поиска компромиссов. Но вообще-то надо понимать, что мне нравится выражение «люди курят ради никотина», а умирают от продуктов горения, от табака, по сути дела. И вообще-то никотин – это намного меньшее зло, чем курение сигарет. И здесь, опять же, уже десятки лет все-таки потихоньку идут поиски каких-то компромиссов. Началось все с сигарет, где якобы пониженное содержание смол и никотина. Почему я говорю «якобы»? Потому что там достаточно лукавые измерения, которые делает автоматика, и то, что реально потребляет человек. На самом-то деле категорически специалисты здравоохранения были против такого подхода, но, с другой стороны, в большинстве стран регулируются в табачных изделиях и содержание смол, и содержание никотина. Относительно новое веяние, то, что появилось уже в этом веке, это замена горения табака, замена табачного дыма на аэрозоли, которые содержат никотин и различные вкусовые добавки. Что абсолютно объективно, и это абсолютно твердо можно сказать. Если вы возьмете аэрозоли, они почти не содержат канцерогенов. Проблема заключается в следующем. Если люди, которые курят, переходят на подобные заместители, наверное, это благо, хотя нет пока еще подробного наблюдения длительного. А что делать с теми подростками или молодыми людьми, которые начали курить именно из-за того, что сначала они попробовали подобные аэрозоли, а потом есть риск перехода к традиционному курению. Вопрос остается открытым. На самом-то деле, вот здесь как раз необходимость объективных исследований, а не пропагандах, и необходимо поиск какой-то сбалансированной позиции имеет колоссальное значение, чтобы снизить заболеваемость раком легкого. На сегодняшний день единая точка зрения, где нет дискуссии, что надо изучать вопрос, и что все-таки необходимо какое-то регулирование и производство электронных сигарет, и их потребление. Например, ограничение или запрет использования подобных устройств до несовершеннолетия. Ну и, наконец, два заключительных слайда. Первый касается, если мы представим, что сегодня мир будет без курения, то у нас колоссальным образом снизится заболеваемость раком легкого, и поэтому нетерпимость к курению табака является абсолютно оправданной, и здесь можно обсуждать вопрос, следует ли искать здесь какие-то компромиссы. И, наконец, заключительный слайд, и он самый емкий по молекулярной диагностике. Когда мы говорим для онкологов, тесты на мутацию нужны только для неплоскоклеточных раках. В плоскоклеточных раках, если и можно что-то найти, мы иногда находим это активацию гена ХЕР-2, где есть целый ряд лекарственных препаратов. Крайне важно все-таки, чтобы знать об анамнозе курения пациента, потому что и вы, и лаборатория должны знать вероятности обнаружения мутаций. Отдельно перечислены мутации, которые характерны для некурильщиков. И посмотрите, из некурящих пациентов 70-80% могут получить таргетную терапию при хорошем обследовании. Для курящих тоже появились определенные мишени. Что важно, на сегодняшний день, так как эти тесты стали доступными, и они покрываются ОМС, и во всех странах более или менее они достаточно доступны, нет никакой клинической сортировки. Если стоит диагноз неплоскоклеточного рака, то полноценный тест является обязательным. Спасибо за внимание.